Те, у кого уже уровень игры достаточно, более-менее, так скажем, большой, будет уже неинтересно. Я просто в желании совсем вообще нубик. Я тоже нубик. Офигеть. И ты тоже. Я больше такого стоит. Я не нубик, я просто хочу посмотреть. Мы в креативе, если что. Я тоже в креативе. Я обожаю в креативе строить. Поэтому я сюда пришла. Я что-то не знаю, поэтому я еще. У меня потом еще свой, наверное, будет курс. Комп разряжать. В чате спросили, что надо делать. В чате просто смотреть, как... Да. Ну, надо... Можно задавать вопросы. Можно просто смотреть, как строить. Можно предлагать свои варианты, как, допустим, дом построить, как восконструировать и так далее. А какой дом-то будем строить? Оригинальный классический дубово-досковый или какой? Да, неважно. Потом разберемся. Ну, вы можете предлагать свои варианты, из-за какой... Я могу предложить. Из-за какой вариант будет больше всего голосов, тот и выберем. Я знал, как построить суперидеальный дом из почти всех видов досок. Это потом, это потом. Он маленький. Он маленький, он примерно 5 на 5. Да, это маленький. А я хочу, так скажем, раздернутый дом. Большой? А, тогда хай-тек давайте. Тогда хай-тек из белого бетона, не из кварца. Вот. Почему не из кварца? Из кварца же красиво. Почему? Да, из кварца хорошая. Да, из кварца хороший дом. Ну, давайте из кварца. На самом деле, пофигу. Кто еще хочет предложить свои варианты из строя по строю дом? Давай, предлагай. Из обсидиана. Из обсидиана можно дом построить в этом. В... Именно... Короче, погнали хай-тек строить. Может, просто из обсидиана... Короче, вот, я захожу в мир. Так, мне кто-то в чат написал. Я не знаю. А, особняк строить очень долго. Его даже проще найти. А еще очень... А еще особняк. Лучше вообще найти. А проще его найти будет просто зайти на какой-нибудь сайт и там найти нужный сид. Так. Секунду, у меня мир загружается. Вот, это наша деревня. Секунду, мне написали в чате. У тебя ты лаунчер? У тебя есть лаунчер? В чате. Прости, но... Прости, но... Но я прошу не спать. Но я прошу не спать. Не спать. Не по теме. Не по теме. Хорошо? Хорошо? Так, супер. Выброси. Я могу... Эхо появиться. Я могу... Так, я пока пойду в мир. Создать новый. А у тебя какая версия? Я прошла 1.12. У меня самая последняя 1.15.2. У меня, я не знаю точно, какая версия, но у меня... Сейчас мы... Сейчас мы определимся... Сейчас мы определимся... Вот, это наша деревня. Прошу заметить, с двумя кузницами. Мы ее нашли на первом вебинаре. Вообще! Вот, 1 кузница, и вон там 2 кузницы. И вот тут еще предложение. Сейчас я хочу, так скажем, открыть голосование за то место, где мы будем строить дом. Напишите в чат плюс, кто хочет строить дом вот здесь, кто хочет строить вот здесь минус, а кто хочет в каком-то другом месте, ну... Допустим, просто какую-нибудь букву. Я вообще за все, я за оба голосую, мне вообще... Я тоже... Кому по барабану, тот может не голосовать. Ну, не знаю, я вообще в плоском мире строю, потому что там мобов нету, но у меня, когда я выбираю Redstone-мастерскую в шаблоне. Я тоже супер-плоском. А, я вижу вопрос в чате, как поставить... Ну, как я поставила, как, допустим, я поставила скин на свой компьютер. Кстати, кто... Вот, это мой скин. Надо, как... Это лучше делать с родителями. Надо найти какой-нибудь... Надо найти какой-нибудь сайт со скинами. И скачать оттуда скин. А я вообще... А я вообще все сам редактирую. Я же хацкер. Прошу не спамить... Ну, не общаться в чате не по теме. Я это уже говорила. Извини, извини, извини. Врачи, я... А, да. Я вижу руку поднятую. Слушаю. А у вас есть монстры? А, да. Но я... Есть какие-то зомби, наверное. Да. А я, Биби, играю с мирной версией. Извините, можно... Вот, Соня, Соня. Да, да. А, Айн, у меня уже есть... У меня уже скачена строгация скина. А, прости, но у нас сейчас тема не про скины. Сейчас у нас тема про строительство. Так, вижу один плюс и один минус. Нужен хотя бы один голос. Лучше вообще два. Я не знаю, а какой СИД? Можешь сейчас сказать СИД и координаты желательные? Так. Именно, ну, в этом мире... Да. Я напишу в час вертолета. Так, вижу два плюса и один... Фу. Два минуса и один плюс. То есть, больше всего голосов вот за этот участок. Хорошо. Так, собака. Ладно, я пока суперплоском буду. А что так лагает Джост? Это... Я не знаю, у меня все хорошо. Это, наверное, какие-нибудь проблемы зума или еще что-то. Да, это проблема зума. Просто у меня есть свой канал. Ссылка на него была в приглашении. В этот... В саму трансляцию, так скажем. На нем я тоже снимаю видео по Майнкрафту. И там я тоже смотрю свои видео. И почему-то они подлагивают. Этого я не знаю. Это, скорее всего, либо проблема Ютуба, я сначала думала. Но если вы сказали то, что и сейчас подлагаю, то так, что это проблема зума. Скорее всего, я делаю очень много движений за секунду. Зум просто не успевает передавать. Так, какие блоки брать? Да любые. Блоки... Честно говоря, для строительства дома можно брать любые блоки. У меня вот так... Давай возьмем белые бетоны и еловые доски. Даже бедрок можно брать. Так, пожалуйста, запретите рисование. А то, если кто-то сейчас начнет рисовать, это будет отвлекать. Так, сейчас... Голосование за... Из какого блока мы будем строить дом. Не, ну это, конечно, Квартон. Я за Квартон. Квартон, бетон, 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 бетон. Давайте я посмотрю. Кто это там у меня? Ходит. Из бедрока дом получится лучше, например, в краю или еще где-то. Тоня! Дом всегда очень хороший. Стойте, стойте, стойте. Мы хотим строить красивый дом или просто дом? Ну, мы будем строить именно красивый, возможно, это затянется на два вебинара. Ну, красивый дом лучше строить из Кварта или Кирпича. Понятно. Подождите, не все сразу. Хорошо, я увидела в чате бетон, влажный вариант предложили. Так. Влажный бетон. Влажный бетон, ну, это вариант не очень. Я из Кварта. Но кто-то может за него проголосовать, так что... Извините, я проголосовала из Кварта, можно меня спросить? Погодите. Давайте за бетон. Я сейчас выложу в свои слоты материалы, из которых можно построить дом. И вы должны будете в чате написать цифру слота. Каких цифр будет больше, из того и будем строить. Если что, те блоки, которые существуют в разных цветах, например, та же шерсть, я буду класть просто какой-нибудь цвет, и это будет означать то, что можно будет из любого цвета. С полублоками и ступеньками то же самое. О, у меня такое внимание. Что-то с ним... А, нет. Коня! Что? А там ходил какой-то там большой... Какой-то там большой... Человек? Да. Житель. Это Галем. Это Галем. Это... Это Галем. Это типа защитник деревни. Кстати, мы его... Он убирает зомби. Вот. Ну да. Ну, короче, он от монстров защищает деревню. Так. От зомби был. Вот так. Вот дальше. Сейчас я еще найду. Можно вообще из руд сделать. О, из руды... Из руды это вообще ужасно и получится. Хорошо. Вот так вот. Стекло есть. Ну, и стекло прикольненько. Сухой бетон, влажный. И влажный бетон. Вот, пишите... А может, что вы влажный бетон уже используете? Пишите цифру. Я уже написала цифру один. Хорошо. Так. А что же влажный бетон, я так и не понимаю. Ну, влажный бетон... Секунду, секунду, секунду. Ммм... Так. Ра... Так, один за семь. Нет, два за семь. Три за... Первый. Я не знаю. Я не знаю, я лучше... Кварц, убирай Кварц. Кварц красивый. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Нужен минимум еще один голос. Чтобы был какой-то перевес. Потому что два... Ну, у нас конкуренты самые сильные. Это... Это... Кварц и... И алмаз. Как ни странно. Алмаз. Вы серьезно? Алмазный блок. Ну, это два самых больших, так скажем, конкурента. Нужен еще один голос. Пожалуйста, кто-то проголосуйте. Кварцем. Тогда давайте из Кварцем. Какой алмаз? Какой алмаз вообще? Ну, нет. Алмаз некрасивый. Хорошо. Строим из Кварца. Я увидела еще один... Так. Так, сейчас посмотрим. Так. Три мушкетера за Кварц. Боже. Сейчас я возьму листок, чтобы... Считать все было проще. Так. Тоня, а мы можем сделать радужный дом? Там, если, например... Радужный дом это будет достаточно сложно сделать. И тогда вообще на 3-4 вебинара. Так. Три мушкетера проголосовал за первый вариант. Если что... Так, стоп. 7 новых сообщений. Так. Прошу не спамить. Слушай, а декорации будут к дому? Да, декорации будут. Скорее всего, на этом вебинаре мы начнем строить дом. Следующий вебинар будет называться «Строители. Вторая часть». Возможно, будет даже третья часть. На второй мы достроим дом. А на третий будем его обустраивать. Так. Вижу вот так. Так. У меня вторая версия. Так. 1.8. Так. У меня вот как у тебя. Разобри. Только там есть плюсики и минусы. Четыре. Пять. Кто с телефона играет? Вот так. Пока мы голосовали, я уже успел построить маленький домик. Да. Ну, так. Я успел построить кузницу бога пока. А я пока еще. Потому что я сострою с удовольствием. Так. Пожалуйста, прошу голосовать заново. Так. Семен за второй. Прошу голосовать заново, потому что заспамили чат. Так. Так. Я за первой. Я за первой, если что, голосую, потому что я... Так. Мне не дают выйти. А, все. Извините, извините, пожалуйста. Если что, я голосую за первую, я просто не могу. Меня из Майнкрафта не дают выйти. А, хорошо. Так, 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 так. Посмотрим. О, все вышло. Один за второй. Один. Один за второй. Раз, два, три, четыре. Аж четыре. За алмаз. Раз, два, три, четыре. Второй за два. Один за первый. Еще кто-то будет голосовать? Извини, Соля. А, да. А я не строю нелядность деревни, потому что я не могу ее найти. Можно не находить деревню, а просто найти какой-нибудь сайт, на котором будет идти этот ключ генерации мира. Круто вам домик. А, я знаю код для генерации мира ключ. Круто для деревни. Так, победил у нас алмазный. Да вы серьезно? Так. Я скучно писал. Фу. Ага, хорошо. Значит. Алмаз, фу. Вот так вот. Ужас. Фу, фу, фу. Фу, 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 фу. Ну, ты на алмазный. Если что, у вас есть еще, ну, не проголосовали, насколько я понимаю, не все, так что вы можете еще проголосовать. Ну, те, кто не проголосовал. Как домик? Чтобы перевесить. Алмаз. А можно вот такой вот домик построить? Нет, это очень маленький. Почему он нормальный? Большинство, наверное, большинство хотят более развернутый и современный. Где найти алмазный? Где найти алмазный блок? А, вот. На 12-й высоте. Все, все, я нашел, нашел, нашел. На 12-й глубине можно найти алмазную руду. Да, мне не нужна алмазная, у меня нужна алмазная. Все, я нашел алмазный блок. Он хочет найти алмазный блок в креативе. Он не может разобраться в инвентаре. Напиши в строке поиска блока. Да, все, все, он нашел, он нашел, нашел, нашел. Да, уже нашел давно. Так, короче, строим из алмазов. Извините, те, кто хотел. Ну, кто вообще из алмазов хочет? Из алмазов строят только нулитки. У нас было голосование. Но 3 за 7, 1 за 9, 1 за 1 и 2 за 2. А в прошлом голосовании победил кварц. Если за кварц будет еще 4 голоса, то тогда будем строить из него. Ну, ладно, из алмазов. Хорошо, сейчас я посплю, и мы будем расчищать территорию. Кстати, смотрите... А тебе хоть самой нравится дом из алмазов? Не знаю, мне как-то без разницы. Да? Да. Еще, если кто хочет, может написать в чат, то что, может быть, в алмазном доме сделаем потолок из стекла. И вообще, можно сделать двухэтажный дом. Как вам такая идея? Да, двухэтажный прикольно. Хорошо. У меня уже в Майнкрафте сделан двухэтажный дом. Хорошо, будем строить двухэтажный. Сейчас, если кто не понял, я расчищаю местность для него. Вот так вот. Так, что, мы будем двухэтажный или трехэтажный, или какой? Пишите сейчас, пожалуйста. Двухэтажный. 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 Двухэтажный и подвал. Это будет место третьего. О, подвал прикольно. Насчет подвала, да, хорошая идея. Давайте с подвалом. Хорошо. Мама, а можешь в комнате? Еще можно, пока я разравниваю территорию. Кварь все-таки может перевесить этот алмаз. Алмазный блок, кто хочет. Надеюсь, что перевесит. Что? Надеюсь, говорю, что перевесит. Кто не проголосовал, если вам по барабану, если вам не важно, то можете не голосовать. Но если вы хотите, то можете либо просто сказать это вслух, либо написать в чат. А извините, а из чего делать лесенку? Ну, типа, знаете такие лесенки? Их можно делать еще как сиденье. Знаете такие лесенки? Это, ну, они могут из разных материалов быть. А, то есть можно лесенки вообще из любого, да? Нет, не из любого. А просто из алмазов нет? Да, из алмазов нельзя, из алмазов нельзя. Нет, из алмазов нет таких. А из каких тогда делать? А, ну, смотри. Я просто хочу построить двухэтажную необычную лестницу, а вот такими ступеньками. Смотри, можно набрать в поиске просто ступеньки. Вот, это все, из чего можно делать ступеньки. А, ну да, из кварцевого можно. Да, кварцевый это одно из самых красивых. Мне только что идея к тебе пришла. Двухэтажный дом, и в подвале, типа, склад находится, ну, от сундуков. Так, а где... Что ж, я уже почти разровняла территорию. И я сразу говорю, я не буду строить коробку. Коробка, она выглядит некрасиво. В смысле коробку? В смысле то, что... Квадратный дом. Да, квадратный дом, вот такой вот, раз-два, раз-два, только очень большого размера. В нем, хоть он и большой получается, в нем все равно мало места, и как только добавляешь стенки, становится тесным. Кто не бульдозер? А я тут красоту настоящую построю. А прямоугольный дом? Прямоугольный дом то же самое, что и квадратный. Так что лучше его делать каким-нибудь изогнутым. Ну, короче, более креативным. А я просто несколько комнат добавлю. Ну, попробуй. У меня в доме две комнаты. Ну, и верхний, и верхний этаж этот в третье. А, вот так вот. Ну, я как-то... Меня друг попросил построить дом шахтера. А, я его сделала более-менее квадратно-прямоугольным. И он получился хорошим, но без стенок. Ну, там была одна комната. В прямом. Без стен, что ли? Ну, без стен, именно внутренних, то есть без отделений комнат. Вот, смотрите, я расчистила достаточно большую территорию. Думаю, такого будет достаточно для нашего дома. Я думаю, я сделаю на втором этаже что-то вроде балкона. Да, балкон это хорошая идея. Так, думаю, вход у нас будет вот тут вот, причем двойные двери. Дальше вот такая вот прихожая. Небольшая. И дальше сейчас я буду очерчивать. Очерчивать? Ну, да. Чтобы понимать, где строить, нужно как бы понимать, где строить. Ага, понятно. Логично. Я не понимаю. Но я всегда, когда строю драма, их строю именно вот по такой тактике. То есть, вот, допустим, вот тут вот одна комната. Так вот, сейчас эти дырки закроем. Вот тут вот может быть уже одна комната. А вы знаете, сколько я нашел особняков у меня в Майнкрафте? Сколько? Целых две штуки. Ух ты. И это сам без седов, да? Вот так вот, смотрите. Вот такая вот у нас первая комната получилась. Не такая уж и большая. Потом пол можно будет заменить вообще на кварц, потому что, я знаю, многие хотели из кварца сделать. Да не, лучше уж из алмазов. Уже из шири, так и шири. Просто пол, там, допустим, из стекла будет не очень красиво смотреться. Потому что земля под этим. Да. Но можно сделать стекло на каком-нибудь блоке. Знаете, я еще, например, как-то не так давно, кстати, строила дом-бутылку. То есть, вот знаете... В смысле? Вот. Я не знаю даже, как объяснить. Вот есть всякие, там, мультфильмы и фильмы. И в них, когда какой-нибудь герой попадает на необитаемый остров, у него есть бутылка, в которую он кладет записку и отправляет в океан, типа, хелп, помощь. Помогите. Вот такого типа бутылку я построила, только очень большую, в которой можно жить. А я предлагаю... Стойте, стойте, знаете, что я предлагаю? Я предлагаю... Там же алмазный пол, она... Прошу, пожалуйста, выключите звук, у кого шумит там. Соня, я знаешь, какую идею предлагаю? Можно... Пожалуйста, выключите звук. Можно на алмазной блоге просто постелить ковер? Ну, если постелить ковер, то... Что? Будет... Да, будет нормально, но если мы захотим что-то добавить в интерьер, допустим... Не-не-не-не, а где надо что-то поставить, мы его просто сломаем. Я знаю, он будет на ковре, типа, вот так вот стоять, вот так вот. Но мы можем сломать просто ковер на это место, поставить блок. И что-то нам... Верстак. Вот так вот. Ну да, да, да. Вот, смотрите, дальше вот тут вот я хочу сделать кухню. У нас же вроде... Мы хотим ведь, чтобы у нас дом был как в реальной жизни. Да. Ну да, типа, ну да, я просто не обязательно как в реальной жизни. Но ведь интереснее, когда так, да? Ну не знаю. Вот такая вот небольшая кухня, тут будут печки, а на печках будет, ну, как бы... На печках? Так, смотрите, думаю, в высоту будет где-то пять блоков, на пятом будет крыша. И потом я дом наверху сужу, и будет второй этаж с, так скажем, панорамным хождением. То есть я сделаю потолок из стекла вот тут вот, а второй этаж уменьшу на несколько блоков. И сделаю некоторые двери. И когда ты уходишь, ты уходишь как бы по потолку первого этажа. Что? Оль, у меня получилась настоящая красота. А у меня? Ненастоящая красота. Не-не-не, я сейчас посмотрю. Вот. Лагает. Ой, что это? Это пока что очертания дома. Ну, очертания, если честно, нет. А вот если потом посм... А потом посм... Ну да, типа... Ну, очертания точно нет. Ну, представь, что стены в пять блоков и крыша из стекла. А зачем ты делаешь очертания? Можно же сразу построить. Да, но вдруг мне не понравится ту стенку, которую я построила. И мне придётся её полностью сносить. Так что лучше вот так вот в один блок сделать. И если что-то не нравится, сразу снести. У меня всё нормально. Вот так вот. И это будет огромная такая зона для игр. Опять сужать начали. Сундучки. Сундучки, наверное, нужны в отдельной комнате. Сейчас я найду кровать. Вот она. Допустим, голубая. Да слизняк уйди. И как вы думаете, делать ли мне в моём доме панорамные окна? Это хорошо? А что? Типа, это которые плоские такие? Не объёмные? Не как квадратики, а такие? Нет. Панорамные окна — это понятие не только в Майнкрафте. То есть, вот, допустим, стена полностью состоящая из окна. То есть, очень большой вид. Делай, делай, делай. По-моему, это будет красиво. Соня, ты будешь делать охрану, а дома там, не знаю, чтобы риперы не взорвали? А, это, кстати говоря, очень прикольная идея. Бам. Ну, я могу у себя дома, допустим, голема поселить. А я придумал кое-что очень красивое. Вот так, как вы думаете, нормально? Сейчас, посмотрите. Напишите, плюс или минус в чат? Минус нет, плюс да, логично. Нормально, нормально, нормально. Нормально. Хорошо. Главное, чтобы тебе не понравилось. Сейчас настоящий дом построишь, будет вообще красиво. Секунду. Ну, плюс, ну, как я понимаю, всем нравится. Да. А тебе нравится? Мне нормально. Я, в принципе, всегда так дома строю. Возможно, на каком-то вебинаре я даже в конце, ну, у нас в конце, так скажем, 10 минут просто поболтать. И, думаю, в конце какого-нибудь вебинара я покажу мой дом в другом мире, в котором я сама играю. Вот так вот. Думаю. Вот так вот. Раз, два. Так, не толкайся, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. И вот на пятый, думаю, уже потолок пойдет. Да. Вот так вот, нормально. Потолок у нас из стекла. Кстати, я умею делать очень красивый потолок. Я тоже. Ну, как минимум, он мне очень сильно нравится. Не знаю, как вам. Сейчас я покажу его. Вот. Кстати, морские... Сразу скажу, что морские вот такие вот морские фонари очень хорошо сочетаются с алмазами. Я знаю. Смотрите. У меня больше нравится просто ламп. Вот, 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 вот таким вот. Вот такого вот типа потолок. Вам нравится? Сейчас, посмотрю. Плюс или минус в чат? Прикольно, прикольно. Мне нравятся такие лампы. Еще можно с обычной люстрой так делать. Хорошо. Ну, всем нравится. Плюс, плюс. Мне нравится. Хорошо, я вижу много плюсов в чат. Ну, пока что это плюсы только от двух людей, потому что другие почему-то не реагируют на чат. Ну, я не могу. Я, я же говорю, меня не выкидывает уже. Мне надо ее закрыть, чтобы это... Ну, хорошо, говори тогда просто так. Я сказал, мне нравится. Ну, короче, всем нравится, поэтому будем делать такой потолок. Мы, скорее всего, кстати, не успеем. И, как я уже говорила, сделаем вторую часть строителя. Кстати, вы знали то, что на некоторых версиях, там, допустим, когда вы играете в Вэгварс или в Бэдварс, можно строиться вот таким вот образом. Вот. Я вот так вот построилась, и вот сюда вот ставите блок, и он ставится. Я знаю. Это очень удобно. Так. Так, стоп, я совсем забыла про окна. Окна. Извини, можно вопрос? Да. Где этот, можно посадить... А, все, понял. Нет, кораллы просто спросил, где можно посадить. А, ну, кораллы можно посадить в воде, я только. А, ну, они, они на земле, этот, начинают засыхать. Да, они... Я придумал, что делать. ...превращаются в блок мертвого коралла. Да. А может быть, посадить цветок в вазу? О, а это не цветок, это как его? Ну, там горшки есть, и мы можем... Да, 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 да. А он сейчас говорит именно про кораллы. А я говорю не про кораллы. Про обычные цветки, там, например, маки. Ну, да. Я буду что-то делать. Насчет обычных цветков... Насчет обычных цветов, да. Можно. Если про мой дом, то, да, думаю, можно будет сделать. Ух, какая красота у меня получилась. Вот так вот. А я продолжаю строить дом. Знаете, я, возможно, вне вебинара дострою его, если мы сейчас не успеем. Ну, как минимум, стены. А потолок мы будем уже строить вместе. Хорошо? А можно спросить? Конечно. А какую-то дверь мы поставим. Чего? А какую-то... А какая дверь будет в доме? Мне больше всего... Ну, лично мне больше всего нравятся вот такие вот березовые двери. Вы можете написать свой вариант. Вот такие вот. Они очень хорошо вписываются в алмазный интерьер, потому что он как бы такой светлый. Я бы очень хотела сейчас показать свой дом. Ну, возможно, когда-нибудь покажешь. Ну, я покажу этот какого-то, когда конференция закончится, а ты уже этот какого... Можно, кстати, будет попросить твою маму в чат вертолета отправить скриншоты. Ты знаешь, что такое скриншоты? А, ну да, УПС, скрин, кнопка. Так я сам могу. Ну, если хочешь, отправляй. Кстати, я есть в этом чате. Вы можете меня найти и просто лично мне написать. И в, так скажем, приглашении на этот суббинар не было сказано, но если кто хочет, мы можем там, допустим, вместе в Роблокс поиграть. Знаете такую игру? Смотри, а давайте создадим... А, нет, знаю. Стойте, давайте создадим свой общий чат для Майнкрафта. Кстати, да, неплохо. Те, кто ходят на Майнкрафт, давайте создадим свой чат. Да. Неплохая идея. У нас остается буквально 15 минут. Сейчас, думаю, можно уже просто начинать болтать не по теме. У меня получился, знаете, с чем дом? С чем? Я, короче, в доме в самом взял, по краям разлил воды и посадил туда кораллы. О! Кстати, насчет воды. Вне вебинара я планирую... Ну, то же самое, на приглашение к вебинару было сказано то, что мы, возможно, делаем дом с бассейном. Да, с бассейном. С кораллами. У меня сделан бассейн. Я, кстати говоря, уже сделал бассейн. С кораллами. Вот, смотрите, банорамные окна, это когда вот такие вот дырки со стеклом, так скажем. А, понял. Дырки в стене большие причем, в которых воткнуто стекло. А у меня балкончик получился красивый. Вот так вот, смотрите. Вот так вот. Жители там ходят. Я не знаю, что добавить на мой этот интерьер. Знаете, я сама играю в некоторые моменты на СИДах определенных. СИДах? Да, СИД, ключ к генерации мира. То есть кто-то создал мир. Кто-то создал мир, кто не знает. Ну, кто не знает о том обители. Кто-то создал мир. И этот мир как-то очень странно появился. И остальные люди могут в нем поиграть с помощью этого СИДа. Ключ к генерации мира. То есть появления. Знаете, что я придумал? Вы поняли. Знаете, что я придумал? Я придумал взять рядом с домом, поставить ульи с помощью костной муки, сделать рядом с домом цветы. Ну, там же, когда я костную муку использую, травы и цветы растут. Можно просто посадить побольше цветов. Это будет эффективнее, так скажем. И расплавить пчел. И они мне будут мед давать. А кто знает, как собирать мед из ульев? Не знаю. Мед из ульев. Если в креативе, то просто правой кнопкой мыши по улью. А если в выживании, то надо развести костер. Именно костер под ульем. Чтобы, так скажем, задымить улей. И потом собрать. Если этого не сделать, то пчелы на тебя разозлятся. Ну да, они типа, чё ты мой улью этот мед берешь, парниша. Ужалят, потом умрут. А если они домашние, и ты их хочешь разводить, то этого делать не надо. Чтобы они умирали. И к тому же, они тебя отравят на некоторое время. Я знаю. Они тебя, так короче, если очень много пчел, они тебя закусать могут. Ммм, закусать, и тебе капец. Ну потому что тябло как от этой. Как от этой. А сейчас попробую собрать мед. А, ещё можно пчелиное гнездо сделать вместо ульи. Но пчелиное гнездо идёт на дерево, по-моему, ладно. Ну, ульи и пчелиное гнездо, это... Насколько я помню, пчелиное гнездо, это именно то, что само спавнится. Дикие, типа, дикие пчёл. Да. А ульи это именно можно создать из пчелиных сот. А чтобы добыть пчелиные соты, надо тоже самое разжечь костёр, когда у них будет мёд. И тыкнуть правой кнопкой мыши... Знаешь, что я не понял? Улью ножницами. А если на телефоне? А если на телефоне, то, честно говоря, я не знаю. А если на приставке? А я знаю. Я больше играю именно с компьютера в Майнкрафт. А я на приставке. Скажите, как на телефоне. На телефоне кто знает, пожалуйста, скажите, потому что я не знаю. Я знаю, нужно ночницами просто нажать один раз на улице, и тебе выпадет мёд. Ай. Вот, знаток. Они, кстати, прикольные. Они тут пособирают мёд. А спать пора. Ночью на дворе. Сейчас я освещу немного хотя бы. А я себе делала всегда день. А чёл можно кормить? Чёл, да, можно кормить цветами. А чем? Чем? А, нет, цветами. Цветы можно сажать? Цветы? Нет, не сажать, а просто их сорвать и... Ну да, если ты с компьютера, то просто правой кнопкой мыши, а если с телефона... Они на меня налетели с моими цветами. Ой, я им дал покушать. Они меня любят теперь. Да. Ой, они все ко мне теперь. А что они теперь будут делать? Я, типа, они меня любят. Как собаки, что ли? Типа, если я кого-то ударю, то они теперь на него? Они просто налетят себя и покусают, как не знаю, как бы. Нет, они теперь тебе будут давать мёд. Серьёзно? Ха! А как собрать мёд? А как собрать... Ну, типа этого. Извините, а как собрать мёд из улья? Вот из улья, как мне взять мёд? Разжечь костёр. В креативе, в креативе, в креативе. В креативе просто тыкнуть правой кнопкой мыши с банкой. А с банкой? А, сейчас... Ну да, с пузырьком. Сейчас, стой. А где он находится? А, он находится в разном, по-моему. Пузырёк где находится? Да, насколько я помню, в разном. Сейчас, надо найти пузырёк. Сейчас посмотрю. А вы в курсе то, что если наступить на черепашье яйцо, то оно сломается? Да. И в связи с этим можно делать ловушки. Типа ставишь на ковёр или на что-нибудь и получишь, типа, яйца. То этот человек заходит в дом, наступает на яйцо, и оно ломается. Ребята, привет! Привет! Кстати, вот как выглядят пчелиные соты. Ой, там доверху наполнен этот улей. Сейчас надо взять пузырёк. А, зельеваренье. Он находится в зельеваренье. Бутылочка. Угу. О, у меня теперь бутылочка мёда. А я можно выпить? А чё она даёт? Чё она даёт? Нет, она просто... Просто так. Просто... О, а чё они сагились? А чё они злые? Для кого это? Они злые на тебя. А на то, что ты собрал их мёд. Я же в креативе. Ну, так пчёлы работают. Так пчёлы, э! А вы знаете... А вы знаете... Митер, какой... Вы сейчас нарите пчёлы. Я создам целую армию пчёл. Она будет травиться на всех. Так, пчёлки, чтобы вас успокоить, я вас сейчас покормлю. Кушайте. А вы знаете самого сильного... Сильного босса? Господи, они... Это визор, скорее всего. Господи, мне кажется, что они мне сейчас вылезут из-за Майнкрафта и укусят меня. Это такой волшебник. А... Таймсет. Призыватель. Нет, он не очень сильный. А что отсюда? Да нет, это... Да, у них только... Они только на модах работают. Соня, можно вопрос? Да. Тебя бесят слезняки? Ну, когда они постоянно появляются, особенно в флоском мире... Ненавижу, ненавижу пчёл. Фу, уйдите от меня, я боюсь. А правда ничего бутылочка мёда не даёт? Да, ничего. То есть её просто попить и всё? Да. Что, серьёзно? Да. Я думала, там будет какой-то эффект, не знаю, говорить с пчёлами или что-то. Там паук! Там паук! Там паук! Нет, но можно просто насытиться и выполнить, по-моему, какую-нибудь ачивку. Точно не помню. А что такое драконие дыхание? Это зелье, которое используется именно для зельеварения. Мембрана фантома. Зачем она мне? А может, я эту баночку мёда можно использовать в зельеварении? Нет, это просто еда. Просто еда? Просто еда. Ну, яблоко, обычно ничего не дает, никакие эффекты. Ну, яблоко, оно тебе еду даёт, а бутылочка мёда... А, вот, это еда. А бутылочка мёда тоже тебе еду даёт. Прикольно было бы это, если бы она тебе давала немного хп, потому что бутылочка мёда, типа, мёд же полезный там какой-то. Не, а он много дает. Я ещё помню, там что-то из-за мёда можно получить ачивку, если ты делаешь блок мёда и на нём простазишься. А, стойте, а из улья как брать? А из улья как брать? В смысле? Ну, типа, не из этого, не из улья, а из этого, из их... Не из пчелиного гвезда. Не из пчелиного гвезда. Точно так же, если ты на, это, на телефоне, то тогда можно, если ты на... Вы мне тут мёда много надавали, спасибо вам. Я у вас заберу парочку, да? О, ещё парочку заберу. Боже. Это вам не тоже надо? Ага. Вы грабите пчёл. Они на меня, они просто злятся, они злятся. И они не понимают, кто их мёд грабит. И когда ты собираешь мёд, они оттуда вылетают в них красные глаза. Да, да, да. Кстати, кто не знал, ну, об этом, наверное, знают все, кто присутствует на этом вебинаре, достаточно скоро выйдет версия 1.16 капитальное обновление АДА. А что, если улья с пчелой сломать? Если просто сломать, то пчела на тебя разозлится. Да. Вылетит и разозлится. А если сломать киркоя на шёлковое касание, то пчела просто застрянет там. А кирко... Что? Она там застрянет? Да. И ты сможешь её транспортировать там, допустим, к себе. Что? Я понял. Знаете, как сделать? А как вырастите тут черепашку? Черепашку как вырастите? Черепашку? Ну, её можно просто заспавнить или найти. Ушли из моего дома, Ироды. Пошли отсюда. Они в мой дом залетели, представляешь? Они тут, типа, обосновались, они ищут, типа, мёд. Куда им мёд свой этот деть? Слушайте, эй, они ко мне... Они ко мне с балкона залетают. Ты смотри, какие продвинутые. Пошли отсюда. Они, видимо, с тобой хотят жить. Да пошли они отсюда, эй. Чёлы. Чёл, пошли. Вы не туда этот обратились. Вам в соседнюю будку. В соседний дом. Вам соседний дом. Это не ваш адрес. Где, где, где они? Всё, ушли. Да ты ещё одна тут осталась. Вылетай. Выметайся. Э, всё, фу, вылетай. Как тебя вывезти отсюда? Согласен ли ты, Мишутка, взять себе в брак. Если что, пчёл можно привязать на поводок. О, всё. Серьёзно, на поводок? Да. Пчела. Ладно. Пчела, ты в рабстве. Вот такой вот у меня с этого подруга офигенный дом хай-тек получился. Пчела, ты в рабстве. Работай на меня. Вырабатывай это. Вот это пород. Я сейчас готова привязать на поводок. Сейчас. Пчела, ты моя. О, она за мной летает, она за мной летает, она за мной летает. Согласен ли ты, Мишутка, взять себе в жёны прекрасную пчелу? Да. А слезняка можно взять? А, не знаю, кого-нибудь ещё можно взять на поводок? Я только всех буду водить. Сейчас я попробую. Можно взять собаку на поводок. Стой, стой, стой. По-моему, кошку, лису. Знаешь, что я придумал? Как вам, Мадоник? Как вам, Мадоник? Эндермена взять на поводок. Эндермена взять на поводок. Как вам, Мадоник? Насчёт Эндермена я не знаю. Вы, по-моему, с ума сошлись. Фантома взять на поводок. Фантом ты мой. На поводок садить. Его нельзя. Эндермен. О, ноги, прощи. Нет, чё здесь нельзя? Обычки. По-моему, вражеские... Ну, по-моему, этих вражеских мовов нельзя на поводок взять. Мухомора можно. Мухомор — это вражеский мов. Мухомора можно. Какой мухомор? Мухомор — это короба. Мухомор. Кого, который... Соня, можно тебя попросить уже закончить, что у нас сейчас в следующих третях будет? Соня, слышишь? Хорошо, хорошо. Ну, нас просят закончить уже, так что... А какой у тебя номер? Я напишу мой номер в чат. В чат вертолёта. Ну, хорошо. Ну, у нас пора всё заканчивать, так что... Думаю, пока. В мой дом дельфины поселились. В мой дом дельфины поселились. Спасибо за мои травмы. Спасибо большое. Спасибо.